Эквивалентные преобразования часто оказываются очень полезными для анализа электрических цепей, поскольку после эквивалентных преобразований топология электрической цепи упрощается, и можно решать задачи, не прибегая к составлению уравнений Киргофа. В частности, на этом слайде показано эквивалентное преобразование смешанного соединения. Смешанным соединением называется соединение, в которое входят и последовательные, и параллельные соединения элементов. На первом рисунке показано такое смешанное соединение, в которое входит 4 электрических ветви. Одна из ветвей содержит резистивный элемент R1, вторая ветвь содержит последовательное соединение резистивных элементов R2 и R3, и третья ветвь содержит один резистивный элемент R4, и четвертая содержит резистивный элемент R5. Тут надо отметить, что понятие параллельного соединения справедливо как для отдельных элементов, так и для ветвей электрической цепи. В частности, вот здесь у нас есть две ветви, соединенные параллельно, но одна из ветвей содержит только один резистивный элемент R4, а вторая – два элемента. Но, тем не менее, это параллельное соединение двух ветвей. В то же время резистивные элементы резисторы R2 и R4 не являются параллельным соединением. То есть, к этим двум резистивным элементам вообще не применимы какие-либо топологические понятия, параллельное, смешанное, там, какое бы то ни было, поскольку R2 и R4 имеют только одну общую точку соединения. И в то же время эта точка является узлом. Значит, для последовательного соединения это невозможно, поскольку между этими двумя элементами находится узел, а параллельным это соединение является потому, что в параллельном соединении эти оба элемента должны быть соединены с одной и той же парой узлов. Так сказать, если у нас R4 соединено с узлами А и Б, то R2 только с узлом А. Также не является параллельным соединением и соединение R3 и R4. Таким образом, для того, чтобы преобразовать эту цепь, мы должны постепенно приводить каждую из ветвей и соединение к эквивалентным элементам. Ну, в частности, последовательное соединение в ветви R2 и R3 мы можем преобразовать к эквивалентному сопротивлению R2-3, которое представляет собой сумму этих сопротивлений. Затем вот это параллельное соединение двух полюсников мы можем преобразовать к эквивалентному элементу R2-3-4. Ну, каким образом это можем получить? Как произведение R2-3 на R4, деленное на их сумму. Ну, или если раскрыть эти сопротивления R2 и R3, то получим вот такое выражение. В результате у нас получилось последовательное соединение трех элементов, которое мы можем, сложив каждый из элементов, преобразовать к эквивалентному двухполюснику с полным эквивалентным сопротивлением R. То есть мы получаем R1 плюс R5 плюс R2-3-4. Или, раскрывая через исходные схемы, получим вот такое вот выражение. То есть такое преобразование не представляет большого труда и может при известном навыке осуществляться, ну, так сказать, практически автоматически. Значит, кроме последовательного параллельного и смешанного соединения, в электрических цепях различают также соединения звездой и многоугольником. В частности, минимальное количество таких элементов, которые можно объединить звездой или многоугольником, является трехлучевая звезда или многоугольник в виде треугольника. Эти оба соединения, то есть соединение звездой и соединение треугольником, можно преобразовывать одно в другое, пользуясь понятием эквивалентного преобразования. Ну, в частности, вот здесь у нас слева показано соединение звездой и как бы эквивалентное соединение треугольником. Для контура треугольника мы можем написать уравнение Киргофа, по второму закону Киргофа, как сумма произведений токов на соответствующие резистивные элементы треугольника. РАБ на ИАБ, РБЦ на ИБЦ, РЦА на ИЦА. И поскольку здесь нет у нас источников ЭДС в этом контуре, то эта сумма равна нулю. Кроме этого, мы можем из уравнения для узла А и узла Б получить выражение для тока ИЦА, то есть это ток, который протекает через элемент РЦА, и тока ИБЦ, который протекает через элемент БЦ, вот как сумму этих токов. В результате, заменив в исходном выражении ток СА и ток БЦ на вот эти суммы, мы получим выражение для тока ИАБ, то есть тока, протекающего через сопротивление РАБ, то есть одну из сторон треугольника. Далее, соответственно, этот ток ИАБ, если его умножить на соответствующее сопротивление, он нам даст значение напряжения между узлами А и Б. И это же самое напряжение между узлами А и Б будет в эквивалентной схеме. Поэтому, соответственно, если мы воспользуемся этим выражением для АБ, а потом представим у АБ для эквивалентной схемы, вот для этого контура, как ИА на РА минус ИБ на РБ, поскольку у нас здесь при движении от узла А к узлу Б падение напряжения на РБ у нас направлено встречно по отношению к РА, здесь у нас стоит знак минус, ну и тогда, приравняв множители при токах слева и справа этого выражения, мы получим выражение для эквивалентного сопротивления звезды РА, равное вот этой величине, и РБ, равное, соответственно, вот этой величине. Проделав такие же преобразования для другого узла, мы получим выражение для РЦ. Ну и обратные преобразования дадут возможность нам из параметров элементов, соединенных звездой А, РА, РБ и РЦ, получить выражение для эквивалентного треугольника. Такие преобразования, преобразования эквивалентной звезды треугольник или треугольник-звезду, вот можно использовать, например, как показано на этом слайде. Здесь у нас есть такая мостовая схема соединения, где четыре элемента образуют такой общий контур, и к одной из паре этих элементов подключается входная часть этого двухполюсника, а узлы А и Б являются как бы входом этого двухполюсника. А узлы С и Д, между ними включается еще один резистивный элемент. Анализ такой цепи представляет определенные затруднения. Но эти затруднения легко снять, если заменить либо один из треугольников, ну, например, вот здесь у нас есть треугольник СА, АД и СД, вот этот треугольник, да, мы можем заменить его эквивалентной звездой, вот как показано на этом слайде. И тогда это сложное соединение, которое, в общем, требует для анализа составления уравнений Киргофа, преобразуется в смешанное соединение, последовательное соединение РА и параллельное соединение двух ветвей, включающие РЦ, РБЦ, РРД и РДБ. Точно так же можно преобразовать, например, звезду, звезду, в которую входят РАД, РЦД и РДБ. Вот эти три элемента мы можем преобразовать в эквивалентный треугольник, так как показано на рисунке В. И тогда у нас получается опять смешанное соединение, в которое входят два параллельных соединения, соединения соединенных последовательно по отношению друг к другу, и параллельно всей ветви, всей этой, так сказать, совокупности элементов, между узлами АВ возникает эквивалентное соединение, соответствующее эквивалентному треугольнику. Вот после таких преобразований мы можем получить возможность анализировать такую сложную цепь с помощью обычного закона ОМ. Продолжение следует...